Увести подальше от дома и выбросить на произвол судьбы. Краткий курс жестокого обращения с домашними животными шокирует жителей села Кориан Знаменского района. После открытия новой дороги, соединяющей несколько населенных пунктов, в селе регулярно стали появляться бездомные собаки и даже кошки. Многие видели, как их оставляют на обочине, проезжающие мимо машины. Продолжение темы в сюжете Карина Алымовой. «Имена своим новым хвостатым подопечным хозяйка небольшого придорожного магазинчика в селе Кориан придумывает сама. Как этих собак звали раньше, женщина не знает. Ей они достались, что называется, без имени и уж тем более обратного адреса. Всех этих животных просто однажды выбросили». «Приводят сюда в коробочках, в бардачках, в мешках. Высыпают их. Прям маманю и детенышей. Все и уезжают». То, как проезжающие машины останавливаются на обочине и выбрасывают домашних питомцев, видели многие жители села. По их словам, эти случаи заметно участились после открытия новой дороги на Токаревку, с чем и связано увеличение автомобильного потока. Так некогда домашние собаки в одночасье становились бродячими. Поначалу сельчане их боялись, но со временем нашли способ сосуществовать мирно. «Когда из школы в школу идем хлебушком кормить, они нас начали запоминать, и мы с ними начали дружить. Их привозят из Токаревки, из Наренки, кидают около магазина у дорог, а потом здесь разводятся, их больше становится и больше». Глава дуплята Масловского сельсовета Светлана Дуданова, так же, как и многие, не может равнодушно пройти мимо брошенных животных. Вспоминает, как совсем недавно приезжала на это место кормить большую породистую собаку, которая выхаживала сразу шесть маленьких щенят. «Очень больно, да слез действительно больно, когда если собака, мать, увидев серебристую машину, она становилась в стойку, ни слезы на глазах были, значит выбросили-то ее из такой именно цвета машины, значит хозяин был на такой машине. А ведь собаки действительно, они преданы, они ждут этого хозяина, но они не понимают, что их предают». Сегодня у придорожного магазина живет шесть взрослых собак и один щенок. Буквально каждую неделю легкомысленные любители животных подбрасывают сюда все больше питомцев. Кого-то удается спасти и пристроить среди местного населения, других покинутых домашних любимцев ждет одна, всеми известная печальная участь. «Их кто-то сюда подбросил. Теперь я могу всех их гладить. Мне жалко, когда их убьют. Их взбирает и убивает там». И пока животных не забрали, глава сельсовета Светлана Дуданова старается своими силами спасти брошенных питомцев. На злочастном перекрестке она хочет повесить большие плакаты с призывом к человечности. Отлов бронячих животных – вынужденная мера, на которую приходится идти главе сельсовета. Ведь с одной стороны ни в чем не виноваты собаки, которые столкнулись с человеческой жестокостью. С другой – люди, которые могут пострадать от бездомных четвероногих. Вот такое противостояние, которое, скорее всего, решится не в пользу животных. Карина Алымова, Александр Ионов и Ирина Мусатова. Область новостей.